Неси рыбу, давай чай пить. Сотрудники Пустозерского историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника презентовали сразу две брошюры в рамках проекта «От шабуров к пустоварам». Мероприятие прошло в неформальной обстановке за дегустацией старинных блюд северной кухни. Гуси, тушеные с перловкой, рыбные пироги, наливные шанги и даже пустозерское мороженое с творога. Чего только нет на столах, одним словом, гастрономический восторг. Считается, что пустозеры придерживались высокобелковой диеты – мяса, рыба, грибы, крупы. Овощи и фрукты к заполярному форпосту просто не доставлялись, довольствовались чем есть. Даже картофель в наших северных местах появился только в 30-е годы прошлого столетия. За столиками представители северных землячеств, рестораторы и учащиеся техникум о будущем повара. Мы просто просили прийти с каким-то блюдом, которое имеет историю, и рассказать представителям. Причем мы даже не ограничиваем, поскольку люди не совсем знают еще нашу пустозерскую кухню. Поэтому мы сделали очень широкий посыл, что это, возможно, блюдо северной кухни. Поэтому посмотрим, что презентуют, как презентуют. Для нас это тоже интересно и важно. Рецепты – это своего рода семейные реликвии. От матери к дочери, так и с поколения в поколение. Я сегодня принесла вот эту самую щуку, которая под молоком. Вот это она моя. Таковы старинные рецепты? Да, мы взяли как раз Нижнепечерский рецепт, который был обнаружен в ходе научно-исследовательских работ. Конечно, его нужно дорабатывать. То есть люди, которые сообщали нам сегодня о Нижнепечерской кухне, они рецептуру не помнили. То есть все это на глазок. Теперь задача будет у рестораторов отработать эти блюда до того уровня, который можно будет выносить уже на какой-то уровень, не просто домашний. Петр Васильевич Хабаров, коренной андикчанин, приготовил собственноручно добытого гуся по семейному рецепту. Суп не получится, если ощипать птицу загодя. Только перед приготовлением делится он секретами. Картофеля в те времена не было. В 41-м году первый картофель появился в Андике. Посадили официально. А так только случайные были поставки, скоми подставляли. И готовился в перловую крупу. Перловая крупа была доступной продуктами, долго хранилась везде. Витаминный чай с луком спасал северян от сынги и авитаминоза, уверена участница землячества про сундуй Мария Демидовна Филипова. Этот рецепт она отыскала в старинных книгах. С коми, вот не сказала, с коми привозили репчатый лук. С коми или с Архангельска. Этот лук нарезали могли кольцами, могли кому как нравится. И в чай. В чай, значит, чайную чашку наливаешь в чай, заварку. И прикрываешь блюдечком. Пока ты кушаешь, оно заваривается. Все отдает, все витамины, все уходит в чай. Лук остается уже сладенький, вкусненький. Вот я и сказала, что дети кушали уже лук. Взрослые выпивали чай. Гороховая каша с грибами сытна и полезна, уверены будущие повара из профтехучилища. И жителям Нарьинмара такое блюдо покажется странным. Зато на деревьях Белого моря две сынные блюда, как на молоке. Одним словом, что город во своем уровне, что деревня в своем качестве. Надо отметить, что в ноябре Пустозерский музей запускает еще один проект. И сегодняшнее мероприятие своего рода «Отправная точка». Он будет связан с популяризацией местной кухни через нарьинмарских рестораторов. Кстати, сегодня представители ведущих ресторанов города угощают участников презентации северными блюдами. Говорят, рецепты выбирали в архивах Пустозерского музея. Так, чтобы хозяйки могли взять на заметку и сами повторить дома. Мы профессионалы, трудностей не было, да, в основном не было. Вот это ресторан «Артишок», сварили кисель за годе. Он уже введен у нас в меню. И мы хотим побольше адаптировать сейчас, больше блюд водить, именно северных, таких вот интересных. Он вкусный, питательный. Вообще прекрасный. Вот. И вот такой вот из гуся. Ну, то есть блюдо практически местного, из местного продукта. Поэтому трудностей не было, это вкусно. Действительно вкусно, вкусно и познавательно. Ведь каждый рецепт – это маленькая история. История северного рода, история северного края. Победители не выбирали. Все, без исключения участники мероприятия, получили подарки. Кулинарный блокнот и брошюру костюма жителей Пустозерска. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.